Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. И по традиции цифры статистики. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили уже более 280 выездов. На пожарах погибли два человека. Пятеро, включая ребенка, пострадали. А вот 44 человека работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Теперь подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. А началась она без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. Но уже во вторник спасателям пришлось тушить 30-летнюю легковушку. ЧП, в результате которого был поврежден автомобиль и имущество, хранящееся в гараже, случился около полудня на улице Гурского. Вероятнее всего причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке «Фольксвагена Пассад». В этот же день, но уже около полуночи, работники скорой сообщили в службу 101 о происшествии в частном доме по улице Брагинской. Предположительно, в результате отравления угарным газом семья Минчан попала в больницу. Отравление получили 4 человека, супружеская пара 31 и 32 лет, а также двое их 10-летних сыновей. Известно, что в доме было установлено два газовых водонагревателя, котел и колонка. Возможно, к трагедии чуть было не привела негерметичность дымовых каналов. Точную же причину установят эксперты. Чтобы избежать трагедии, соблюдайте меры безопасности. Следите за рабочим состоянием газового оборудования, вентиляционных шахт и дымоходов. Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы. А для повышения собственной безопасности установите специальный газовый извещатель. Причина пожара, произошедшего в среду днем в доме на улице Одинцова, уже известно наверняка. В результате оставленной 66-летним хозяином без присмотра пищи на электроплите вспыхнуло имущество на кухне. Сам виновник случившегося, к счастью, не пострадал. Но помимо ремонта на кухне, ему придется сделать косметический ремонт и во всей квартире, так как его трехкомнатные апартаменты на третьем этаже оказались серьезно закопчены. Минск чрезвычайный. В четверг утром во время пожара, случившегося в трешке на улице Осаналеева, спасли женщину. С отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмы она была госпитализирована. Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении пострадавшей. Стоит отметить, что хозяйка этой квартиры не впервые попадает в сводки спасателей. В ноябре 2015 года, находясь в нетрезвом состоянии, она также курила и горела. Тогда из горящей квартиры ее спас вернувшийся 13-летний сын. После этого случая даму лишили родительских прав, а опекуном ребенка стал ее брат. И вот полтора года спустя все как под копирку. Возьмется ли женщина за ум? Ведь в третий раз для нее все может закончиться трагически. В этот же день спасателям пришлось тушить гараж с машиной внутри. Огонь вспыхнул на улице Артема около часа дня. Когда пожарные расчеты прибыли на место вызова, огнем уже были охвачены элементы кровли и перекрытия здания. Скорее всего, причиной пожара стал газовый обогреватель, оставленный без присмотра владельцам. Помните, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра включенными обогреватели, в том числе на ночь. В пятницу около 4 часов утра медики сообщили в съемное отделение больницы поступил ребенок с ожогами. Как было установлено позже, их он получил по личной неосторожности. Поздно вечером, находясь в своей комнате, семиклассник очищал серу со спичек, в процессе чего произошла вспышка. Мальчик получил ожоги лица и верхних конечностей первой-третьей степени всего 4% тела. С какой целью юный экспериментатор стирал серу со спичек, он пояснить так и не смог. МЧС напоминает, уважаемые родители, расскажите своему ребенку о правилах пожарной безопасности и о том, какую угрозу таят себе игры с огнем. И гордитесь, что научили. Минск чрезвычайный. В пятницу вечером, вероятнее всего, в результате поджога загорелся неэксплуатируемый частный дом на улице Ярошевичской. Спасателям пришлось тушить пожар на общей площади в 37 квадратов. Горели деревянные конструкции внутри самого дома и деревянные постройки рядом. К счастью, никто не пострадал. Виновник пожара устанавливается. Суббота прошла для спасателей относительно спокойно. Серьезных по своим последствиям происшествий в суточной сводке МЧС в этот день не зафиксировано. В конце же недели, вероятнее всего, по причине короткого замыкания, в городе стало одним автомобилем меньше. Ранним утром в воскресенье горел припаркованный на улице Грушевской микроавтобус Mercedes-Benz. Оперативно прибывшие на место вызова огнеборцы сразу принялись тушить, к тому времени уже охваченный пламенем спринтер. Однако огонь успел значительно повредить моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие, передние фары и лобовое стекло микроавтобуса. Вот такой была оперативная обстановка в городе на прошлой неделе. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.